Здравствуйте! И снова я, Михаил Мостовой. И сегодня у нас самая любимая нашей молодежи группа мышц – это грудные мышцы. И, конечно же, мы начнем со всеми любимого жима лёжа. В исходном положении ноги плотно в упоре на полу, лопатки сведены, плечи относительно корпуса опущены. Глаза находятся под грифом. Это исходное положение. Из этого положения берем штангу на вытянутые руки и на вдохе опускаем вниз. В район середины груди. На выдохе поднимаем вверх. Хват можно делать как в обхват большим пальцем, так и большой палец может быть вверху грифа расположен. Второе упражнение, которое я хотел бы сегодня показать – это сведение рук в тренажёре для грудных мышц. Исходное положение. Мы садимся на скамью. Таз и спина плотно прижаты к скамье. Есть такие тренажёры с упором для ног, есть без упора для ног. Если упора для ног нет, мы плотно ставим ноги в пол. Если есть упор для ног, мы ставим ноги плотно в упор для ног. Руки при этом мы заводим за валики. Это и есть наше исходное положение. Из этого положения на выдохе мы сводим руки вместе, сокращая грудные мышцы. При этом наши плечи и трапеции не поднимаются вверх. Если мы будем делать вот так, это ошибка. Плечи должны быть внизу. В пиковом положении максимально сократить грудные мышцы. Завершающее на сегодня упражнение для грудных мышц, которое я хотел бы показать, это разведение гантелей лёжа. Берём две гантельки. Ложимся на скамью. Таз и спина плотно прижаты. Лопатки собраны. Ноги плотно в упор. Гантели оси параллельны. Из этого положения опускаем локоть чуть согнут вниз на вдохе. Растягиваем грудные мышцы и на выдохе поднимаем вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Работает только плечевой сустав. Локоть не работает. Чуть согнут локтевой сустав, локти мягкие. И в этом положении они остаются на протяжении всего упражнения. Выполняется 8-12 повторений, 3-4 подхода. Это были основные три упражнения для грудных мышц. Если вы хотите быть красивыми, накачанными, оставайтесь с нами. С вами был Михаил Носовов. Редактор субтитров А.Семкин